Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачёвой. На дворе май, а значит в огороде появляется первая зелень. У нас это щавель и ревень. Сегодня готовлю шарлотку с ревенём. Рецепт на скорую руку, очень простой, но пирог получается даже вкуснее, чем с яблоком. У меня ревень растёт третий год, я уже рассказывала о нём. Ссылочки на видео оставлю внизу в описании. Сейчас он выглядит мощным, в самом расцвете сил. Как обычно, для выпечки я использую только черешки. Листья обрываю, это можно сделать и сразу на улице. Черешки чищу, мою, обсушиваю салфетками или полотенцем и режу на небольшие кусочки. Я собрала 9 черешков, получилось около 300 грамм. Как раз столько фруктовой начинки я обычно кладу в шарлотку. Ревень готов, включу духовку на 180 градусов и займусь тестом. Яйца взобью с сахаром и щепоткой соли. Яйца может быть 3 или 4. Взбиваю около 10 минут до пышной пены. Затем порциями добавляю муку. После этого взбиваю совсем недолго, чтобы тесто не опало, лишь для того, чтобы перемешать муку. Закладываю ревень, перемешиваю ложкой и выливаю тесто в форму. На этот раз у меня форма силиконовая, её смазывать не надо. Другую форму стоит смазать и дополнительно можно присыпать рисовой мукой. Чтобы выпечка хорошо вынималась. Печётся шарлотка в среднем 40 минут. Но, как обычно, ориентируйтесь по своей духовке. Верх пирога должен подрумяниться и при касании пружинить. Немного остужаю шарлотку в форме. Затем достаю, перекладываю на доску или тарелку и даю окончательно остыть. При желании украшаю сахарной пудрой. Как видите, рецепт простейший, а выпечка получается очень вкусной. Если же вы хотите приготовить что-то новенькое, необычное, интересное, смело подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик. Я нашла рецепты выпечки с ревеню на кефире, с безе, с ореховым кремом и другие. Будем готовить!